Привет, народ! Мы продолжаем проходить Третьего Ведьмака. И сейчас нам надо немножечко приодеться перед встречей, так сказать, с Йеннифер. Давайте это сделаем. Где-то здесь вот это находится. Интересная такая корчма, слушайте. Да вообще, скеллиги, знаете, наверное, самая красивая локация в этой игре. Всё классненько так сделано. Просто великолепно. Просто супер, друзья. Да, отлично. Идеальная комната для Йен. Она всегда любила простор и роскошь. Ну да, комнатка такая немаленькая. Что уж там говорить. Я тут уже походил по скеллиге, собирал некоторые объявления. Далеко не все. Так, это у нас мегаскоп Йенниферский. Так, давайте-ка соберём здесь всю макулатуру, потому что, может быть, случится так, что мы чего-то тут не видели. Так, Дерг, ну что такое, ну... Как бы так, опцию что-ли бы сделали, чтобы он мимо всех свечей проходил. Неужели не догадались они так сделать? Так, ладно, что тут у нас. Давайте сперва всё тут обчистим, потом приоденемся. Может быть, что интересно найдём. Тоже вот я долго думал по части штрафов за задания, которые наш герой выполняет, так сказать, не достигнув определённого уровня. Ну, давайте всё здесь посмотрим. Даже закрытая баночка пахнет сиренью и крыжовником. Видно, вкусы у неё не изменились. Единорог, кстати, смотрите-ка, да? Так вот, друзья, я что подумал-то? Зря разработчики поступили таким образом, что штрафы накладывают. Мол, поменьше опыта дают и так далее. Опыт надо было не резать. Надо было просто предупреждать игроков, что бой будет сложнее протекать, рекомендовать как-то избегать его. Но штрафовать ни в коем случае нельзя, потому что это накладывает определённый негатив на самом-то деле. Так, а это что? Не представляю, как ей удалось привезти столько одежды. Она галеон зафахтовала, как всегда. Чёрная и белая. Ну да. Вот, собственно, небезосвестное всем чучело. А вот тут прямо оно и стоит. По-моему, Мурок Риот, что ли? А нет, это... Ну да. Интересно так сделано. Так, ну давайте посмотрим. Чучело единорога. Хм. Ну да. Оно самое. Так, что ещё тут можно... Смотреть, потрогать, понюхать. Может быть, ещё что? Мегаскоп, да. Мегаскоп? Я смотрю, она без него никуда. Да. Как говорила Филиппа Эйльхарт, мегаскоп — вещь столь же личная, как зубная щётка. Да, друзья. Именно это она говорила как раз таки во второй части «Видимака», когда мы спрашивали. Но только это было не Филиппа Эйльхарт. Это, знаете, кто был? Это же была Шала Детонцервиль. Ну да. Мы спрашивали как раз у неё что. Она говорила «Мегаскоп» и объясняла, что это довольно-таки весьма такие личные вещи. Ну ладно. Так, кто знает, уже как второй раз попадается эта книжечка. Ещё что-то тут можно посмотреть. Сбираем всё. Она по-прежнему не расстаётся с отравленным источником Теса и Деврия. Так, Геральт, свечки, свечки, проходи мимо. Так, что тут ещё можно? А, ну вот, остаётся нам только, собственно, переодеться. Я всё пытаюсь вспомнить, чтобы там нам говорила это Филиппа Эйльхарт. Ну, может, и говорила, я просто не помню. Ну да, ну ладно. Давайте-ка всё это дело переодним. Так, элегантная скеликсская рубаха, туника, бриджи, бриджи, туфли. Так, ну чё, давайте-то, да, надеваться. Не хотелось бы, конечно, то мало ли чё там может произойти. Так, давайте надевать чё-нибудь. Цена одна и та же, да? А, чё-то такое, что ли? Так, даже не знаю. Ну, вот так вот получше, мне кажется. Перчатки. Перчатки можно убрать, всё ладно. Мечи. Ну, мечи тоже уберём пока что. Так вот, нормальный ход. Отлично. Не думал, что когда-нибудь решусь на такое, но чего не сделаешь для... Да. Да, вот я тоже думаю. Это для меня, Йеннифер. Больше тут не наш что посмотреть нельзя. Да нет. Тут, правда, есть сундучок. Мы можем тут оставить всякое шматьё. Включая, собственно, наше шматьё, друзья. Но не хочется мне пока тут... Хотя, в принципе, давайте-ка, наверное, барахлятинку. А, смотрите, это же барахло. Собственно, то же самое барахло у нас имеется и в шалфе и розмарине. То бишь, всё, что мы, собственно, складываем в один сундук, мы можем захватывать с любого места. Это, конечно же, мега круто, мега хорошо. Так, ну вот эти вот клиночки я раздобыл. Не помню уже где, но где-то раздобыл. Двадцать четвёртого левела мы уберём, пожалуй, сюда. Топорики и прочую шнягу мы распродадим. Опять же, двадцать четвёртого левела. Вот он наш... Арбалетик такой, не слишком крутой. Ну да пойдёт. Ладно. Короче, отправляемся. Выполнять наше задание. А то так пилить сейчас нехило придётся. Похоже, зериканец. Так, похоже, зериканец. Говорят нам. И, естественно, ошибаются. Так, встретиться с Юнифер у входа в крепость Каир Тролля. А пилить это так прилично. Надо бы, может быть, тебе плотву это дело подрядить. Тихо-тихо-тихо, плотвичка. Тихо-тихо-тихо, плотвичка. Тихо-тихо, какой ли ты крепкий, как выглядишь. Так, Геральт. Вперёд, плотва. Так, поскакали, поскакали. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, друзья, стоп. Поскакать-то мы, конечно же, поскакали. Но вот тут я смотрю, что не все, видимо, я собрал ещё заказы. Ну да, тут целых пять заказов. Так, стоп-стоп-стоп-стоп, не та кнопка. Смотрим, объявление. Украден меч. Олаф. Первый страж Каир Тролля объявляет. Понятно. Найдём этот меч. Дух леса, кстати. Дух леса, скорее всего, я, кажется, знаю, о чём идёт речь. Очередной, видимо, леший. Справимся, я думаю. Так, морские дьяволы. Чёрт, не те ли, это морские дьяволы, которых мы уже порубили. Ну ладно. Так, уроки Гвинта. Вот, уроки Гвинта, это отлично, друзья, отлично. На Скельге я ещё в Гвинт играл, кстати. Но это был какой-то там слабый игрок, на самом деле. И подкинул он мне карту очень слабую. Застрельщик альфийский. Ну, правда, я с ним несколько раз играл. Также он подкидывал ещё одну слабую карту, потом ливень. В общем, я оставил застрельщика альфийского. Так, с этим разобрались. Кулачные бои тоже, кстати, неплохо. Попробуем, конечно. Всё это мы попробуем сделать. Ведьмак, да? Да. Так, Геральт, давай-ка поречь, что ли. Нет плохих драканов. Нет плохих драканов. Ну, вчера мы наделали. Отлично, кстати, тут вот ночью. Вот, а не так быстро. Очень светло. Так, куда там нам показывает наш... Вот этот GPS, да? Навигатор. Куда-то сюда. Так, а что-то... Ну, вчера мы наделали. Увеличивается у нас что-то расстояние. Почему-то. Ну, давай-ка. По-быренькому. Так, а здесь, по-моему, даже ещё и не был даже. Так бы не пропустить чего. Тихо. Нам, я, значит, светануло. Геральт что-то учуял. Эй. Эй. Так, два-два, тамазни. Гвозди, вещь хорошая. К тому же ещё и набор какой-то был, да? Ну, кстати, друзья, тоже, вот, немножечко... А, а, вот ещё что-то есть. Не лучшее оружие ни к чему. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, мужик. Ничего, тут не было никого. Так, о, покер. Так, о, покер. Друзья, не стоило брать тот ржавый клинок, я не значит, за меч был. Ну, герк же всегда всё хватает. Это же вообще. Это герк никогда не пройдёт мимо. Это же как? Чё это же? Опайки, опайки, мужики, вы чё? Какой штурм бычё? Платва, ты где? Баренько-баренько, уходим, уходим. Чёртов, Геральт всегда себе на жопу приключений найдёт. Так, тихо, тормозни, тормозни, тормозни. Всё нормально, мужики. На пир идём. Да. Вперёд, Ла-2. Так, ну вот, может, близко. از. Дебил грамм из клана Тигше . Пусть эхо разнесёт эти зухи между скалам! Бран был великим владыкой и ему нужен достойный преемник. Кажется, госпожа, ты говоришь о ком-то определённом. Беда Скеллиги в том, что здесь нет наследственной монархии. любой выскочка может стать королем и пустить прахом достижения предшественника король на островах фигура скорее символическое и это тоже нужно изменить в наши времена нужна сильная централизованная власть да возможно ей стоило вместо этой девушки пойти на тот корабль так представишь мне я геральт в общем-то мы сами можем за себя сказать я может быть и им представишь меня это мой друг геральт а это бирна вдова покойного брана королева мать приятно познакомиться герой ты мне простишь но в такой день я не могу себе позволить удовольствие долгой беседы ты выбрал себе костюм ты разумеется понимаешь что мы будем подходить друг другу как оборке мандиру у каждого свой стиль немного не понял ладно не люблю я те торжества всякие не люблю я не пиры не похороны знаю а еще ты не любишь путешествие через порталы и картофельных оладий сахаром иногда приходится потерпеть ладно пойдем говорить уж с крахом пойдем а то все перепьются и разговаривать будет низким точно не знаю чего хочет крах но навстречу мы должны прийти с ясным рассудком я не буду пить не хочу притуплять чувства когда ты рядом ты и дальше собираешься расточать мне комплименты я собираюсь говорить то что думаю да очень хорошо и сделали класс просто хватай и беги точно так кто тут знаешь геральт меня занимает один вопрос с чего ты вдруг отрастил бороду даже не знаю тебе идет госпожа йеннифер господин привет тебе арнвальд мой товарищ геральт из ривии большая численно так очень приятно рад встреча гостей собирается немало каждый хочет проститься с королем и увидеть претендентов на корону мы хотели поговорить с крахом анкрайтом ярл скоро будет он выделил вам почетное место рядом со своей дочерью и прошу за мной с дочерью нас посадили здесь я сама его об этом попросила хотела познакомиться со славным ведьмаком геральтом мы уже встречались ты не помнишь это было так давно ты навещал нашего отца когда мы с хелмором были детьми а теперь представлю наших со трапезников это хайбер сын хольгера чернорукого это луга синий первенец мудрости безумного у вас сушеный треской сражается от реконхиндер со трапезники были так вы все сновья ярлов и забыл как тебе зовут да давайте акцентируемся пожалуй мы уже встречались много лет назад но я не могу вспомнить как тебе зовут я рисан край по прозванию перепел . крах сестричка хьялмар керри завидует потому что тот из нас кто отличится самым славным деянием станет королем все знают что деяниями состязаются только на показ на самом деле все будет так как решат ваши отцы что ты думаете о чем еще они говорили с крахом ты говоришь так потому что сама ничего не можешь помнишь как ялмар вызвал смельчаков бежать на гору на перегонки он прибежал первым и вбил свой топор в пенек на вершине а тебя там не было ты грела свои цеплячьей косточки у очага почему ты не ответила на вызов не твое дело но я бы победила и тогда и сейчас словах ялмаре а где он мой брат гуляет сам по себе впрочем может повторим состязание я любого одолею хоть бы ведьмака если я возьму над ними это будет настоящий подвиг согласны так вот в лоб сразу того согласен ли ведьмак геральт разве мы можем теперь отказаться я с удовольствием какие правила выигрывает тот кто первым вырвет топор ялмара и спня на вершине если сойдешь с тропы то проиграешь а я уж думал на блюю тут со скуки начнем пришли отсюда вы отправитесь на вершину вон той горы на вершине есть дубовый пень то вырвет из него топор ялмара тот и победил я готова черт начинайте когда я протрублю в рог куда бежать да мать твою а вот же давай геральт давай только не сдуйся в самый такой момент чертова девка может все испортить да ёпта даже твою же на медь тащи свой сейкер наверх я там кажется срезал немного но никто не видел по моему до геральт геральт пяточка пяточка так черта может быть плотву да я много чего могу так нам главное нужную кнопку потом нажать успеть блин вот же он мать его я был впереди всего на волосок так не бывает есть только победа или проигрыш и я проиграла лучше вернемся на тризну голой пирта уже в самом разгаре мы потеряли вас из виду кто победил оба я проиграла и проиграла ведьмаку перепелочка всякий из нас проиграл бы хватит этой болтовни давай выпьем не будем пить негоже это но так мы же говорили что пить не будем сегодня не будет и у меня на то есть причина поверьте мне так когда же как не сегодня благодарим за компанию к сожалению нам уже порог разве нам надо поговорить но не здесь за этой дверью ты все узнаешь за этой дверью говоришь да стопором было так уж и сложно на самом-то деле могли бы награду какую дать позвольте представить геральта из ривии и ведьмака а это ярлы донор анхинтер и лугас по прозвищу безумный называть лугаса безумным оскорбление для безумцев он обычный долбошлёп хохох не зови меня еще раз долбошлёпом я отрежу тебе башку насажу ее на кол и носу в дырку от шеи хватит время решить спор здесь и сейчас напугал я уж в портки навалил смотри мудло покалечишься так выйдите наружу успокойтесь в принципе тут не важно что им сказать принципе это как бы это это будет правильно давайте их успокоим немножечко правда могут вырезать ладно я слышал во время пиров на скеллиги нельзя обнажать оружие я знаю священные обычаи но пусть и лугас знает что я не позволю опустошать хиндерсфиаль не боюсь я тебя донор скоро я приплыву выдеру шриц напьюсь из твоего кубка и насру тебя на стол жди меня вот бы обрадовался император услышав ваш разговор это да и просим его императорское величество к нам на огонек пусть приходит мы черных не боимся грабить прибрежные деревни вы мастера только настоящая война с регулярной армией дело другое гляди какая языка сты и дико ведьма мешать котле и сводить чири и не болтай о том про что не имеешь понятия да языками они конечно ладно не будем стрелать чувствую что это может плохо закончится успокойся лугас ни одна баба не будет учить меня воевать я и не собиралась этого делать пойдем геральт думаю тема для разговора с чем ты давай идет конечно стоят явно нарывается в общем ярлы между собой 10 враждует как мы можем видеть и сильно что теперь теперь мы нанесем визит в лабораторию мыша мура ты не говорила что он нас пригласил он не приглашал так но мы же всегда идем туда куда нас не приглашают поэтому идем я так понимаю мыши лура там не будет верно и какова цель нашего визита мы ищем одну вещицу маска урабороса она нам понадобится круто да обмышаворим там все а теперь ты расскажешь зачем тебе маска урабороса разумеется свое время я так понимаю когда это время наступит решать будешь ты угадал вот же блин и так подожди подожди там немного захватить надо бы чего потом не возвращаться почему столько добра не было в бели не а там ходишь как я рад геральт но это свечка так забираем я дальше здесь так много всего как будто бы нас готовят к чему-то такому знаете финальному что ли каким-то особым мобом крупным или что типа того прям жорево жорево очень много всего первые люсты и алкогесты так и сверху палочка геральт не вздумай это свечка смотрите-ка нехило так шаги стражники спрячемся за гобеленом воробей чирикает скворец свистит а галка что галка галдит спалят и то верно стоп а тут еще чуть-чуть и и что да геральт если что не против так тут пусто смотрите качок геральт на сквозь ковры при проходит да ладно да там если что не торопись че тут нигде не положили а здесь смотрите ка не проходит но и хотя нет проходит тема это конечно же продадим продадим купим алкогестов наварим всяких эликсиров я кстати там сготовил я с эти продвинтую саму лучшую на нафиг она как говорится нужно уже здесь самом финале так сказать вот если бы можно было сразу так а тут что закрыта а даже тоже ради окна так я тут столько всего просто не откроешь это еще не все сюрпризы видишь ворона трудно их не заметить они шпионы для наш агура наверняка лаборатория где-то здесь кстати я чувствую магическую ауру иди сюда мы вылезем через окно и пройдем по карнизу этого следовало ожидать естественно так подожди то тут у нас есть чем закусить если чего так тут все взяли вроде все а если мы все таки попробуем так вот ну ладно не станем не станем это вороны да еще поднимут кипиш такое иногда бывает ну че открываем теперь открыто надеюсь да да видал я зрелище и поотвратнее геральт из ривей романтическая версия ух ты она чё телепортнула что ли проклятие могла бы и нас зацепить что-то как там и шавур не подумал о том что можно пройти так просто мимо так сказать у воронов так хочу если дверь открыть ну ладно не будем пытаться ведь куда побежала интересное хобби чучело особенно для друида надо думать мышь его очень любит живую природу классненько тут смотрите-ка выглядит как живой ну да да может быть чучело единорога не единственная в каэр морхене у нас был один такой я тебя умоляю так ну что еще два одинаковых медведя олененок охотник в такого оленя стрелу бы пустил так одинаковые абсолютно валки что еще там не зависла нету девочка так и что тут у нас вода в миске это для телепроекции посетители разговаривают с отражением мыша вура на поверхности ух ты ну да даже так ну и что то больше ни хера тут не видать где маск то тут наверное ты что порезался тут заперто ух ты звери ожили перечислен хера себе что за монстры ух ты ёпта я чувствую они приближаются ёпта ты ё-моё геральт твою жметь мечи где тут они нас не предупредили как всегда печально на всякий случай переоденемся навешивает нам сейчас по дешевому а это не есть хорошо как то так наверное так геральта уже впаяли чёрт чёрт странно пахнет грибами подождите это илюзии что ли всякие одни они нам не наносят вреда по-моему одни меньше так кто ещё остался ух ты чёрт так ну щас мы тебя заигнем чёрт а только не сейчас геральт только не сейчас ну всё что происходит у тебя были галлюцинации ты начал рубить все вокруг мне пришлось тебя успокоить ну да видимо мы шавур и об этом позаботился давайте скажем первую фразу выглядело это наверное странно изнурительные тренировки в каэр морхене окупились сполна ты одолел почти все чучела зверей ну не надо ладно мы прошли испытания чучелами дверь открыта так это было испытание идем внутрь ну раз так пожалуй не будем пока а взять с них чуть можно нет интересно так ради интереса выглядит как живой и отвечать нельзя взять ну ладно я закрою проход чтобы никто ничего не заподозрил да закрой пожалуй вот и мастерская нашего друида надо ее обыскать маска урабороса должна быть здесь ураборос ураборос что-то такое знакомое ураборос что-то что такое чудесный мир инсектоидов письмо с печатью мышевура друидам он предупреждает их о тебе бесстыжие манипулятор бессовестный интриган чёрт труп похоже мышевур заказывает себе настоящий табак да мышевур тут покуривает у нас хорошо если табак так а здесь чё мед краснолюдский тройной выдержки ну да крепкий наверное труп из Новиграда о бульварное чтиво труп из Новиграда автор Саша Гади так это чё такое такой мастерской не постыдились бы даже имперские алхимики козлик из липового дерева здесь есть подпись дяди мышевуру это сделала цири в детстве когда он был ее учителем она так его называла так зажгем-ка свечку это чё у нас меч в камне может вытащить может не стоит не видишь что ли он зажат тисками вечно геральт за все хватается ну ладно так а это что о там какой-то проход похоже мышевур кладет что-то в руку этой статуи может может кружку меда как насчет кружки меда статуи не статуя всем нужно выпивка похоже сработала да сработала да да сработала любит развлечься за чужой счет чувствую маска будет в этом помещении череп ребенка так одежда шишка кто бы мог подумать это женский плод друиды их почти геральт иди сюда я нашла маску ах подожди дайте все посмотреть черт побери а все диалоги мы так и не услышим геральт но это же свеча вот же рядом лежит чертова книга бери ее причитай так предание скеледи о дикой охоте островитяне верит что призраки плавают на дракаре из ногтей мертвецов так маску ты значит уже нашла еще не примеряла надеюсь пришли так кто-то там рычит маска что ли рычит вот она надо вернуться на пир пока ну конечно же это элементарь или это не элементарь что я уже не помню как их валить ну да элементарь так зараза мы их сейчас быстренько уделаем ух ты или меня уделают еще да девочка бы не вмешивалась ух ты ёпта она добила его надо же забрала мою под себе как так понюхай это газ решетки по-прежнему закрыты надо что-то придумать и побыстрее так понятно побыстрее это плохо это побыстрее что делать то мать его так может быть счетчий друид нас от ран этот газ бьет нас за несколько минут телепортируй нас подумай о чем-нибудь быстро о чем угодно проклятие держись за меня я порвала платье подожди минутку надо его зашить ты что шить умеешь я тебя умоляю я зачарую иглу да постой что еще крах нас уже ждет плевать пусть ждет я очень по тебе соскучился ну нет чуть-чуть его что и я соскучилась уже эту рухлядь сколько можно жалко зверушку столько воспоминаний геральт ты знаешь сколько они стоили иди сюда надо торопиться крах ждет да крах то уж подождет я надпусти гриву знаю я тебя ты тут же нас скинешь даже не пытайся я скучал по тебе и я тоже по тебе скучал пора возвращаться мне надо одеться отвернись крах анкрайт спрашивала вас мы вышли подышать свежим воздухом через минуту выйдут претенденты на корону помните величайшая доблесть сражаться с бестией проклятые людьми и богами высший подвиг подвиг на службе богини прекрасно сказано спасибо все запомнят твои слова а теперь начнем мы проводили брана в иной мир теперь выберем его преемника король должен быть мудр король должен быть уважаем у короля должны быть яйца среди нас таких немало пусть выйдут те что считают себя достойными трона так а мы что бросать будем или мы не выйдем ух ты топорик тоже лежит мой сын не смог сегодня прийти вот его топор вот его воля ну ясное дело так вот че он сам не пришел ух и девочка тоже ну надо же кинжальчик все ясно пусть победит лучший или лучшее ну и мы че нибудь подбросим я думаю если нам дадут такую возможность конечно и сбрело в голову она твоя дочь разве нет теперь то я знаю зачем она сказала мне что собирается на спикеров дети чем они старше тем больше с ними хлопот значит нельзя откладывать наши разговоры идем так мы че не участвуем что ли печалька а что было с цирией когда она вошла в девичий возраст я помню какими были ее бабка и ее мать а говорят яблоко от яблони далеко не падает за ней невозможно было уследить она всегда стояла на своем и все делала по-своему почему ты спрашиваешь она одного возраста скерис но о моих детях позже сначала поговорим о ваших Йеннифер говорит что цири попала в беду и что вы ее ищете именно так типа того если понадобится помощь золото корабли что угодно только скажите я дам вам все вот так про я точно знаю что девушка жива когда проливается кровь дочерей рианон море безумствует я бы запомнил такой шторм ладно так мы знаем где могла быть помоги нам убедить мушавуру а нахер он нам вообще этот мушавуру упал то что-то не могу врубиться ну чувствую на нем многое тут замешано давайте-ка про него сказанием нам нужна твоя помощь похоже цири была на скеллиге и устроила взрыв на побережье тот которым занимается друиды а вот она че взглянуть на который нам не дает маршавур точнее мне не дает мы с ним из-за этого уже поссорились об этом не беспокойтесь друиды не доверяют чародеям но сердце мушавура на правильной стороне наверное он просто не знает что вы ищите цири да все узнает и не его дело я так и думал в любом случае арт скеллик моя земля и вот тебе мое позволение изучать все что считаешь нужным ну чтож похоже что с мушавуру мы разобрались так а мне с ним поговорить может мне поговорить с мы шауром я сам с ним поговорю а вы занимайтесь цири найдите ее если что-то случилось с ней на арт скеллиге здесь под самым моим носом я никогда себе этого не прощу спасибо не за что когда-то я принес клятву и намерен ее сдержать арнвальд передай друиду что я должен с ней поговорить там же где всегда у меня есть еще одно дело на этот раз касательно моих детей помнишь хиалмара так вот он поклялся убить великана и зундвика и еще не вернулся из похода а керис тут заявила мне что отправляется в собственный поход вбила себе в голову будто удалерик не псих что его прокляли но великанов мы много постречали циклопы по всей видимости давайте по порядочку великаны вымерли столетия назад кто-нибудь видел гиганты из зундвика собственными глазами а десятки беженцев великан опустошил остров а остатки клана тордорох я приютил на артскеллиге я слышала что перед появлением великана на ундвике стояли небывалые морозы это правда ну так или иначе ялмар решил что убить великана и отдать остров людям поступок достойный короля сын собрал немалую дружину в новой гавани они должны были отплыть на ундвик а оттуда пешком добраться до урстера это деревушка небольшая и вот думается мне что для таких молодцев охота на великана затянулась а потому вот моя просьба все ясно для начала поспрашивай людей в новой гавани может кто что знает о планах ялмара ну понятно нам надо будет завалить великана ты хочешь чтобы я помог керис снять проклятие нет никакого проклятия керис решила пойти по стопам к ялмара и ищет подвига достойного королевы зачем в таком случае моя помощь ведь ты как я понимаю хотел меня об этом попросить дело в том что я ни на грош не доверяю удалю реку керис не послушает ни меня ни брата но если настоящий мастер объяснит ей что она ошибается то может быть она и опомнится а потому прошу объясни ей все как есть и верни ее обратно вернуть обратно значит а ты не хочешь корон примерить странно что ты сам не участвуешь в борьбе за корону тебя многие бы поддержали сомневаюсь логос безумный скорее поддержит нильфгардцев чем меня кроме того мужчина должен знать когда следует уступить место молодым а он знает понятно конечно мы поможем если их ялмару и терис нужна помощь я помогу им и не знаю а и и а и и и славный получился пирка до свидания да не дурственно попировали кажется тем особо и не перевали даже приключений нам хватило я думаю что на эту серию более чем достаточно друзья красиво здесь все замечательно великолепно узнаем и что это за машаур знает он про цири или не знает а также почему не пускает и геннифер в это самое место в общем все мы узнаем но это будет уже в следующей серии давайте пока что глянем что за заданием скопились так я вижу все эти задания нам вполне себе по силам некоторые из них вообще ни о чем да это бишь совсем легкие но мы конечно же выполним владыка он века это че великан что ли подозреваю что так улоки ярости скеллиги смотрите к 30 левел аж требуется невероятно отделаем всех только так так что то еще распутывая клубок отправиться на фар а ну да 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 кстати надо обязательно закончить гвинт друзья как же я пропущу гвинт я никогда его не пропущу особенно в этой игре так заказы пропавший сын пропавшие горняки сплошные пропавшие слушайте но все это мы выполним конечно часть ведьмачьего снаряжения я уже отыскал по заходил там в пещерки кое-какие подкрывал сундучки и что-то там уже находил друзья точно не помню что этом находил но что-то что-то я то уже точно находил какие-то там по моему шмотки медведь что ли он даже мечи только какие-то улучшенные варианты или что типа того в общем все это дело мы конечно же изготовим все посмотрим но все это будет уже в следующей серии благодарю вас за просмотр всем удачи и пока пока пока